Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, и, как обычно, хочется начать ее со слов благодарности тем, кто проявляет интерес к тематике, затрагиваемой на ней, и присылает на адрес нашей студии свои вопросы. Читая книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, мы с вами встречаемся с примерами великих праведников, людей, которые были героями Духа в свое время. Вспоминаются такие люди, как Авраам, Моисей, Исаак, те, на которые мы продолжаем равняться, несмотря на то, что принадлежим к Новому Завету и имеем полноту откровения. Авраам – человек, явивший пример беспрецедентной веры, человек, которому было повелено Богом оставить свое место рождения, покинуть все, что было ему дорого, и идти в неизвестном направлении. Из Священного Писания мы знаем, что Аврааму в процессе пути Господь открывал постепенно ту цель, которой он его вызвал. И вот он со всем многочисленным семейством, с престолелым отцом, оставив все, быт, уклад, пошел, веря Слову Божию. Великий пророк Моисей был вождем своего народа, страдал за него, неоднократно творил чудеса, полагал всего себя во имя Бога избранного народа. Все это величайшие примеры Духа, но вместе с тем Библия не скрывает от нас и многие примеры человеческих ошибок и грехопадений. Книги Священного Писания оканчиваются книгой «Апокалипсис», где нам рисуются пророчески и прикровенно последние события земного существования человечества. И вот из нее мы узнаем, что последние времена, о которых повествует апокалипсис, предшествующие второму предшествующей пришествию Христову, будут весьма и весьма трагическими. Внешне это выглядит, как полная победа зла. Явится Антихрист, человечество развратится, и это развращение станет той почвой, на фоне которого и сможет явиться и воплотиться зло. Оно даст свою последнюю битву и попытается в последний раз явить свою силу. Из этого мы понимаем, что человечество, безусловно, развивается в некую негативную сторону. Мы видим, что нравственность все более и более падает. Всеми возможными способами размываются обыкновенные человеческие устои бытия. Мы сталкиваемся с примерами цинизма. Но кто-то скажет, нет ничего нового под Луной, и действительно, изучая историю, мы сталкиваемся со многими проявлениями в человеческом обществе всего того, чему являемся реальными свидетелями сейчас. Но по сравнению с прошлыми временами существует такое явление, как средство массовой информации. Существует всемирная паутина. Непричастным не остается практически ни одного человека, непричастного к ней, не попавшего в ее липкие, исковывающие путы. И то, что раньше происходило в таких городах разврата, как Вавилон или Вевсаида, не было достоянием соседних городов или поселений. Люди могли жить чистой крестьянской жизнью, вести благочестивый образ жизни и совершенно не знать о том, что происходит в вертепах и притонах этих крупных городов. То теперь каждый житель страны может стать участником всякого разврата. Тиражируются и распространяются моды, которые увлекают людей совершенно в иное русло, нежели то, которому призывает священное писание и те традиции, в которых выросла в том числе и европейская культура. Сама глобализация, открытие границ, способность безвизового передвижения, открытость всего мира способствует распространению не только чего-то доброго, светлого, каких-либо достижений, способствующих развитию человека, но и тому, к чему более всего склонна наша падшая природа, а именно ко всевозможным греховным модам. И поэтому мы с вами сейчас переживаем действительно время не самое простое. Духовное развитие человечества, оно не является спиралевидным. Священное писание представляет из себя линейную историю, началом которой является творение человека, его помещение в раю, и заканчивается оно пришествием в мир Христа Спасителя, его вторым пришествием, когда он явится для суда и когда все то, что мы с вами сейчас наблюдаем, преобразится в огне и откроется для всех или Небесное Царствие, или место, где не так активна Божественная Любовь и где есть возможность спрятаться человеку от Божественной Любви и явить волю, противоположную той, о которой замыслил Господь, а именно реализовать себя вне Любви к Богу. Размышляя над судьбами человечества, многие люди делятся на два лагеря оптимистов и пессимистов. Одни считают, что люди развиваются все более и приводят всевозможные интеллектуальные стороны развития. Другие же считают, что наоборот, по приумножению интеллектуальных способностей духовный мир человека все более и более скудеет. Привязывается человек к миру, к земному, и все это, к сожалению, отягощает его. Но вместе с тем у каждого человека есть свой, собственный и неповторимый путь. Человек – существо изменчивое и текучее. И мы с вами знаем это прекрасно, анализируя прожитый день. Сколько раз меняется наше настроение или отношение к тому или другому явлению? В зависимости от атмосферных условий, в зависимости от нашего собственного настроения, многие предметы кажутся нам или светлыми, или наоборот, объятыми мраком. Так же и во взаимоотношениях с Богом. Господь, человек иногда удаляется, а иногда приближается, иногда идет твердой поступью, а иногда спотыкается и падает, и вынужден снова подниматься. И вот в этой борьбе закаливается человеческая жизнь. И вместе с тем, надо сказать, что Господь, согласно со словами пророка Изекииля, всем хочет спастись и чтобы все пришли в разум. И поэтому Господь жаждет спасения каждого человека и ведет его своим уникальным и неповторимым путем. Но только от человека зависит принять вовремя руку Божию, схватиться за нее, прийти в себя, опомниться. В этом смысле нам с вами может помочь притча о блудном сыне. Отец, который изображает Бога, ждет своего возлюбленного сына и каждый день выходит на дорогу. нет ли вдали тени его возлюбленного сына, идущего в объятие отца. И вот сын только после многих испытаний, искушений, падений, потери человеческого облика смог прийти в себя и оценить ту отеческую любовь, от которой он бежал на страну далече. Таким образом Господь ведет каждого человека. Есть люди, которые не притыкаются сильно, а есть люди, которым, чтобы понять божественную любовь, необходимо сперва испытать ее отсутствие и мрак одиночества. Все, что касается воспитания детей, приведения их к вере, воспитания в вере, иметь, должно иметь исключительно индивидуальный характер. Говорить о каких-то общих положениях и общих вещах невозможно, что ребенок должен именно с такого-то возраста нести взрослое правило. Здесь нужно смотреть на психологическое устройство ребенка, на его способности, усидчив ли он или наоборот рассеян, склонен к серьезности или наоборот имеет веселый характер, насколько он подвижен и насколько вообще его интересует вопрос, которым занимаются взрослые. Все это необходимо учитывать. Есть родители, которые в припадках серьезной религиозности иногда пытаются детям дать то, до чего они сами дошли постепенно и очень часто во взрослом возрасте и что является их свободным выбором, в то время как ребенок можно сказать просто вынужден жить в этих условиях, не имея другого выбора до самостоятельного и зрелого возраста. Поэтому иногда случаются такие проблемы, как отход детей от веры, потому что в какой-то момент родители, что называется, перегибают палку, начинают требовать от детей несвойственное их возрасту и очень часто отбивают на многие-многие годы у человека желание к церковной жизни, к молитве, к участию в таинствах. Поэтому на родителях лежит колоссальнейшая ответственность за то, какими людьми выйдут они из семейного гнезда, вынесут они светлое и чистое впечатление или же наоборот уйдут изломленными с желанием скорее освободиться от того, что было им навязано. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что вы должны смотреть по состоянию ребенка, по его настроению. Безусловно, есть нормы, которые должен или, так скажем, может знать любой христианин. Это знания молитвы «Отче наш», символы веры, молитвы, обращенные к Духу Святому, все же остальное нужно смотреть по состоянию вашего дитятия. Благодарим вас за те вопросы, которые вы продолжаете присылать на адрес нашей студии, передачи. Надеемся, что интерес к ней не будет вас ослабевать. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова